Ух ты! Ух ты! Ух! 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 Ой! Это же не для игры Пейн-понг, так сказать. Это же всего лишь штуки для нарезания еды. Сегодня у нас будет необычный сюжет, посвященный ретро-играм, но, конечно, как же без них теперь в наши-то дни остается играть только в ретро-игры. Конечно же, в Дэнди, например. Почему, например, обязательно в Дэнди? Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди. Дэнди! Играю я. В общем, сейчас я вам покажу один маленький рецепт. Дело даже не в рецепте, а в форме его приготовления. Мы будем готовить самого известного персонажа на приставке Дэнди. Не Фомикон, не Несс, а той самой, самой распираченной приставки всех времен. Дэнди. Какой самый известный персонаж на Дэнди? И... Вообще... Какой же, вы скажете? Ну, может быть, Мегамен? Ну, такой, если... Может быть, трехглазый мальчишка? Ну, он, как бы, известен в некоторых кругах. Может быть, Бэд Кеохара? Такой некий кролик с зеленой мордой? Нет. Он, мне кажется, не так известен. Самый... А может быть, отряд Контрас? Ну, конечно, отряд Контрас, но... Но сделать их будет сложнее. Сегодня мы будем делать другого персонажа. Самого известного персонажа на Дэнди, а это... Ну, конечно же, Марио. Конечно, Марио. Марио символизирует, собственно, итальянскую кухню. Поэтому его-то мы и приготовим. Жаль, не в итальянской манере готовки еды, но... Хотя бы в обычной. Давайте приготовим Марио. В принципе, приготовить Марио не так уж и сложно. Нам понадобится всего несколько продуктов, большинство из которых взяты из магазина. Пятерочка. Например, кислый хлеб. Вы замечали, что хлеб в кислочке кисловат? Либо нет. Я так замечал. Возможно, не туда что-то добавляю. Но что... Может быть... Дрожжи? Я не знаю. Смотрим. Во-первых, нам понадобится хлеб, а во-вторых, колбаса. Не будем показывать Марку, хотя она со всех ее видно сторон. Хер с ним. Давайте нарежем в правильном порядке эти ингредиенты. Ну, во-первых, колбасню нужно отрезать довольно крупными ломтиками, чтобы они выделялись. Думаю, достаточно. И разделить их на квадратики. Так, чтобы мы видели... Даже немножко различали пиксели. Все-таки квадраты это... Пиксели это квадраты, и мы сделаем их именно пиксельные. Да что же у меня не получается-то? Делаю я это впервые, поэтому... Даже для меня это будет каким-то таинством. В общем, делаем квадраты. Самые обыкновенные квадратики. Это и будет один пиксель, один квадратик. Так же мы поступаем и с хлебом. Правда, заранее обрезая закругления, потому что зачем нам закругления, когда они нам не нужны. И делаем квадратики такого же размера. Если у вас глаз наметан делать квадратики, значит, вы играли в Майнкрафт. Хотя, при чем здесь это, я не знаю. Нарезаем квадратиками. Квадратики есть, теперь давайте выложим, выложим на сковородку. Предварительно, конечно, смочим маслом, иначе все пригорит. Так, разотрем масло по сковороде, чтобы оно было нормально растерто. Вот такой вот хреновиной. Колбасу будем использовать для красного цвета. А это именно шляпа и шляпа и ионный костюмчик. Выкладываем потихоньку. Можно даже убавить газ, иначе он будет очень горячим, и вы обожгетесь и охреневать будете. Также выкладываем костюмчик. Выкладываем рецепту量, и пока. Ах, чтобы поисков агрома, чтобы она вылезла, и третий шляп, сомнилаживая печка. Ах, и в них есть шляп, Так, вот первичная форма готова. А теперь выкладываем усы и волосы. Блин, все начало рушиться, ребята. Так, двигаем сюда, сдвигаем. Потому что иначе усы не влезут. Ох, не влезут, а если не влезут усы, это будет не Марио, а какая-то хрень. Ботинки, кстати, тоже в форме из хлеба. Последний раз форму из хлеба делал Ленин. Но теперь это можно сделать и нам. Ноги в разные стороны. Так, усы. Самое главное. Носи усы, как говорится. Носи усы. Носи не ссы. И волосы сзади. У нас почти все готово. Теперь форма почти готова. Смотрите, осталось залить основу. Конечно, лучше бы я залил основу сначала, а уж потом все остальное. Но, видимо, такова судьба. Теперь самое страшное. Нужно залить яйцо в эту формочку, чтобы получилось отлично. И для этого мы заливаем без желтка. Желток нам нафиг не нужен. Поэтому заливаем как можем. Желток протек, чертову дери. Убирай его скорее. Форма ломается. Что же делать? Так, собираем форму, пока он не зажарился до конца. Давай, давай. Ничего страшного, если он у вас не получается с первого раза. Получится во второй. Или в третий. Так, сейчас выльем руку. Вот здесь. И вторую. Вот здесь. Так, руки готовы. Теперь нужно еще доделать рубаху. Вот здесь рубаха у него. Вот такая вот рубаха. Блин. У меня уже все зажарилось. А рубаха еще не готова. Черт тебя дери. Я боюсь, что мы уже не успеваем доделать форму. Но хотя все получается. Сейчас прожарится, все будет нормально. Самое главное, нужно посолить. Черт тебя дели. Если у вас еще осталась соль, а ее не скупили бабульки в магазине, то вы можете посолить. Так, все бы нормально. Мне кажется, не хватает две пуговицы здесь, но мы здесь их уже не сделаем. И вот еще что. Станина начинает разъезжаться. Куда ты? Куда ты подскакиваешь? Жаль! Жалься! Сволочь! Шляпа рухнула, ребята. Все пропадает. Давай, давай. Шляпу сорвало. Нужно как-то подправлять. Чем подправлять? Не знаю. Битва за шляпу. Еще одна. Оно все подскакивает. Ха-ха-ха. Так даже интересней. Давай, взрывайся, гад. Надо было залить тебя целиком яйцом вначале, чтобы ты не взорвался. Я надеял ошибок, но это все временно. Ошибки нужны нам для того, чтобы мы их исправляли. Так, не прыгайте, не прыгайте. Все, закрываем крышкой. Закрываем. Где крышка? Быстро! Не знаю, получится ли что-нибудь, но мне кажется, все должно получиться. Что-то я нервничаю. Блин. Черт его, дери. Ладно. Еще минутка и смотрим. Вот тут, тут. Вот здесь, вот здесь. Ну, что, ребята, в принципе, у меня начало получаться. Давайте посмотрим результат. Ну и морока же это, ваша готовка. В общем, ребята, получился почти что весь получился. Немножко обоссался желтком здесь он. И ноги надо было все-таки заливать поначалу. Если будете делать сами, сначала заливайте белую основу полностью. Потом накладывайте уже пиксели. И только в конце обрезайте. И то обрезайте не ножом, а вот такой тонкой, такой вот силиконовой хернень, то поцарапывайте сковородку, и вас просто замочат, короче. Постояльцы. Нос у него обгорел. Явно залез не в свое дело. Но хрен бы с ним. Мне кажется, получилось. Теперь будем... Ну как будем? Буду жрать. А по вкусу напоминает, знаете, что-то такое вот довольно знакомое, что-то такое вкус такой. Вот яичница с колбасой, короче. Точно. Классно получилось, ребят. Яичница с колбасой. Еще и с хлебом поджареным таким. Неплохо. Неплохо. Это все вырубай. Давай-давай, вырубай.